Для начала добрый вечер. Я еще раз представлюсь. Зовут меня Леонис Андрис Ван Хаске. Я социокультурный антрополог. Занимаюсь еще много-много чем, начиная от уроков в школе, заканчивая лекциями по истории средних веков. И сегодня я вам расскажу о, наверное, одной из самых странных и удивительно трагичных историй, связанных с мореплаванием, в первую очередь, во вторую очередь, с китобойным промыслом. Для начала представьте себе на минуточку. Чего у нас больше всего, в принципе, боятся мореплаватели? Казалось бы, логично, что кораблекрушение, потому что кораблекрушение у нас далеко не всегда заканчивается спасением, радостным подъемом на берег какого-то дружественного судна и прочими, прочими, прочими. Еще хуже, когда кораблекрушение происходит в открытом море. Еще хуже, когда это все происходит в 1820 году. И надежды на какое-то спасение в открытых водах в 2500 километрах от ближайшего берега нет в принципе. История, о которой я буду рассказывать, началась в Америке. Для Америки китобойный промысел, в принципе, для северных штатов был одним из центральных. Долгое время. Почему? Снарядить китобойное судно, в принципе, не так уж и сложно. Необходим небольшой быстроходный корабль, необходимо несколько шлюпок для того, чтобы догнать и забить кита. Ну и, в конце концов, спермоцент, который получали из головы кита, он ценился практически фантастически. Поэтому, с одной стороны, один поход китобойного судна, несмотря на то, что он мог длиться запросто до трех лет, приносил колоссальную прибыль своим участникам. И история, о которой я сегодня буду рассказывать, она основана на совсем уж уникальном документе. Она основана на дневнике первого командира китобойного корабля «Эссекс». Сейчас вы можете видеть его на экране. Звали его Ричард Оуэнс. Собственно, изначально этот корабль совершил далеко не одно китобойное путешествие. Вся команда была абсолютно готова и абсолютно приспособлена к подобным условиям. Но возникла проблема. Практически сразу после отплытия корабль попал в шторм. Небольшой, но довольно сильный. И в ходе шторма у корабля, с одной стороны, открылось несколько течей. На третий день, согласитесь, это далеко не самое лучшее начало плавания. А с другой стороны, были потрепаны шлюпки. И уж совсем катастрофично. Часть припасов, которые даже не успели убрать в трюмы, была смыта волной за берег. Нехорошее начало, не правда ли? Эта история стала очень популярной в свое время, потому что люди в XIX веке ужасно любили рассказы о путешествиях. Она была популярна настолько, что она вдохновила Генри Мелвилла на написание Моби Дика. По крайней мере, с сюжета Моби Дика, я думаю, все знакомы. Но если там на кораблекрушении и на встрече с китом все заканчивается, здесь у нас все еще впереди. Первый шторм, первые неприятности. Но, казалось бы, поход надо продолжать. Отлично. Поход мы продолжаем. И через несколько дней похода с кораблем случается еще одна неприятность. Даже не столько неприятность, сколько дурное предзнаменование. На одном из островов, мимо которого они проходили, был обнаружен брошенный корабль. Непонятно, по каким причинам. Припасов у них было вдоволь. Необходимости захода на этот остров не было. Команда решила пристать к острову. Для всех мореплавателей посещение брошенного команды корабля было очень дурным и неприятным жестом. Но почему-то с этого корабля на борт Эссекса была перенесена часть провизии и часть продукции. Довольно сомнительное развлечение уже. Но тем временем история продолжается. Так вот. Собственно, каким образом для начала вообще происходил китобойный промысел? Как я сказал, корабли были небольшие, для этого было необходимо несколько шлюпок. Как только вперед смотрящий, он постоянно находился на мачте, замечал кита, к нему направлялись шлюпки. И дальше начинается уже дело техники. Сначала дождаться, пока кит окажется максимально близко к поверхности. Неудачка. Дождаться, пока кит окажется максимально близко к поверхности, а после этого постараться его забить и очень быстро добыть из него все ценное. Вот здесь у нас как раз подобная сцена изображена. Я извиняюсь за не очень хорошее качество изображения. К сожалению, в интернете лучшие версии у нас отсутствуют. Здесь у нас как раз изображен процесс нападения на кита. Правда, далеко не всегда это очень опасно. Согласитесь, кит огромное животное. И к тому же оно ужасно недовольно тем, что с ним происходит. Ну, кому понравится, когда его пытаются забить. Поэтому довольно часто возникали неприятности вот такого плана. Нападение китов именно на шлюпки или потопление шлюпки корабля, шлюпки китобоев при попытке забить кита было обычным делом. Это никого не удивляло, поэтому шлюпок обычно было много. Но вскоре после того, как Эссекс отправился от того острова, где был подвергнут, скажем так, экспроприации имущества сброшенного судна, произошла неприятность. Одна из шлюпок ночью после волнения отвалилась за борт. Шлюпок осталось три. Рассчитаны они были на 4-6 человек максимум. Это чуть в будущее. Дальше неприятности преследовали Эссекс снова и снова. Обход мыса Горн. Сейчас нам понадобится карта. Обход мыса Горн. Самая южная оконечность Южной Америки. Сопровождался огромными сложностями. В районе этого мыса всегда было очень неудобное судоходство. Лучше, чем в Магеллановом проливе, чуть выше, но все равно тяжело. Этот обход занял 5 месяцев. Огромная даже для того времени цифра. И вскоре после обхода мыса Горн в районе восточной оконечности Южной Америки был начат промысел. Снова неприятности. Изначально эти места считались богатыми китами. Но после пары месяцев плавания в этом районе стало понятно, что киты по каким-то причинам этот район покинули. Тогда было принято решение направиться на, в данном случае, я думаю, это можно назвать западом, на запад уже в открытый Тихий океан. И, наконец, после нескольких месяцев плавания было встречено китовое стадо. Первое. И, естественно, после того, как вперед смотрящий заметил китов, он немедленно распорядился спустить на воду шлюпки. Спустили на воду шлюпки и пустились в погоню за, как казалось, самым близко расположенным к воде китом. Одна из шлюпок почему-то, опять же, загадочная совершенно ситуация, потеряла управление, была отнесена в сторону. Ну, изначально неудачный рейс, что ж поделать. Шлюпка отнесена в сторону, и в тот самый момент, когда шлюпка была отнесена в сторону, ее экипаж заметил совсем уж странные действия. Один из китов внезапно отбился от стада, за которым они охотились, и, совершив какой-то совершенно нетипичный для китов маневр, почему-то он сначала отплыл в сторону, но потом описал несколько восьмерок в море, а потом он стал разгоняться, что обитателей, пассажиров этой шлюпки совсем уж шокировало. Еще больше их шокировало дальнейшее. Взяв разгон, кит направился четко на стоящий вдали корабль. Изначально они даже не понимали, что происходит. Когда кит, набрав совсем уж изрядную скорость, само оценивал его скорость в 3-5 узлов, это для кита неимоверно, он направился на таран корабля. Причем, как ему рассказывали впоследствии те, кто наблюдал за этим процессом с палубы корабля, собственно, здесь у нас сейчас с вами отрывок странички из дневника Уэнса, где он попытался зарисовать саму китовую атаку. Они сообщали, что у них началась паника, потому что кит на полной скорости несся на корабль. Кит протаранил корабль. Сами пассажиры корабля утверждали, что это было похоже по ощущениям, как будто корабль налетел на огромную скалу. И что самое интересное, на этом кит не успокоился. Он описал круг вокруг корабля и совершил еще один таран. Я думаю, вы прекрасно понимаете, что столкновение с огромным китом, он писал, что очень трудно было оценить его размеры, потому что он проделывал совершенно неадекватные действия, и к тому же то и дело, то уходил из поля зрения, а то появлялся вновь. Он писал, что его размеры были раза в полтора больше размеров самого корабля. Такой таран корабль выдержать не мог. Он начал тонуть. Те, кто находился в шлюпках, немедленно бросились к кораблю, и когда они подплыли к кораблю, они увидели, что сам кит отплыл на какое-то расстояние от корабля и там, скажем так, конвульсировал. Он замер на одном месте и подергивался. Естественно, им было уже не до кита, так как корабль начал тонуть. И первое, что они поставили перед собой в качестве цели, это спасти с корабля все, что можно оттуда спасти. Навигационные инструменты, какое-то количество бумаги и снять паруса. Часть парусов они сняли для чего? Банально. Они находятся на тот момент в двух с половиной тысячах миль от ближайшего берега, посреди открытого океана. Отправиться дальше без парусов на одной лишь грибной силе невозможно в принципе. Корабль ушел на дно, скрылся в волнах примерно через пару часов. Все-таки это было довольно большое судно, и к тому же в море отсутствовало какое-то открытое волнение, поэтому он просто тонул. Когда корабль скрылся под водой, до моряков наконец-то дошло осознание того, что же с ними произошло. Это уже более поздняя гравюра, собственно, из одного из изданий этой книги. Дневники Оуэнса потом выдержали сразу несколько переизданий. Это был просто бестселлер для своего времени. После того, как моряки поняли, что с ними произошло, перед ними возник вопрос, а как быть дальше? Естественно, даром, что они вынесли с собой навигационное оборудование и примерно представляли, где они находятся. Но проблема. Шлюпки, на которых они находились, они были абсолютно не рассчитаны на длительное плавание. Они были сконструированы по максимально легкой конструкции, цель которой была максимально быстро догнать кита. Здесь, на расстоянии в несколько тысяч миль от ближайшего берега, без надежды какой-то на появление поблизости корабля, потому что все корабли китобойные, с которыми они встречались до этого, они заявляли о том, что они в это место не пойдут ни за что. Оно слишком далеко. И отправляться туда было уже изначально рискованным жестом. Без парусов хоть каких-то двигаться дальше было невозможно. Но так или иначе, посовещавшись с выжившим капитаном корабля, в ходе утопления корабля погиб только один человек. Он находился на носу судна. И Дарт сбил его с ног. Он выпал за палубу и просто не мог спастись в таких условиях, потому что, судя по всему, его уже затянуло под корабль. Дальше беда совсем сложная. И дальше, как сам ООН описывает ситуацию, начался дрейф в духоте и отчаянии. Это экваториальные широты. Соответственно, какой-то надежды на прохладу невозможно найти даже зимой. Даже ночью, извиняюсь. И на этом их неприятности не закончились. В первую же ночь, после произошедшего, на них снова обрушился шторм. Их лодки выдержали, но случилась неприятность. Та провизия, которую они перенесли с корабля в свои лодки, оказалась намочена соленой водой. Это был хлеб, это были сухари. Все это практически внезапно стало соленым. Есть это было практически невозможно. Но есть-то хочется. Поэтому моряки какое-то время были вынуждены питаться просолеными сухарями, просоленым хлебом. Это еще больше усиливало их неудобства, духота, периодические шторма, открытое море, минимум пресной воды. Естественно, что через какое-то время они стали впадать в отчаяние. Правда, провизию они все равно поглощали, по мере силы возможностей. И через несколько дней запасы провизии закончились. Возник вопрос, а что дальше? Даром, что через 2-3 дня он описывает довольно приблизительно время, потому что в его дневнике запросто можно встретить фразу вроде «С 21 по 25 ноября ничего не происходило». Четыре дня они плывут в полном отчаянии, в ощущении полной безнадежности по открытому океану под палящим солнцем. С минимумом еды. Через несколько дней они нашли необитаемый остров. Он даже не был обозначен на карте, этот остров им очень сильно помог, потому что там они нашли несколько черепах. Зачем им черепахи? Все очень просто. Они могут долгое время обходиться без еды, но при всем при этом это мясо, плюс, как бы мерзко это ни звучало, моряки были вынуждены употреблять в качестве питья их кровь. Потому что, во-первых, она питательна, во-вторых, она не соленая. И в таких условиях, в которых они оказались, это огромный плюс. С этим островом произошла неприятность. На острове был небольшой лес, и после его осмотра, пока у них еще было достаточно силы для того, чтобы осмотреть весь остров, выяснилось, что кроме черепах на этом острове вообще нет ничего, даже пресной воды. От отчаяния или для развлечения он сам не совсем понимал, зачем это было сделано. Один из матросов решил разжечь костер. Просто на берегу костер. Им пришлось сбежать с этого острова, когда через несколько часов огонь охватил все, что находилось на острове. Горела трава, горели деревья. В панике разлетались птицы, потому что их гнезда находились в вершинах деревьев. После того, как они оставили этот остров, они даже не вспоминали о нем, просто поставили точку на карте. Через лет 40, по-моему, этот остров был посещен еще одной уже чисто географической экспедицией, и было выяснилось, что на этом острове не осталось ничего, кроме выжженной земли. То есть таким образом они устроили еще и небольшую экологическую катастрофу, сами того не подозревая. После отплытия с острова, да, они разжились несколькими черепахами, но не совсем то, что нужно. Опять неприятность и опять шторм. Без штормов это путешествие, судя по всему, в принципе не обходилось. Раз в два-три дня шторм. Удивительно, как они к этому не привыкли. И шторм принес с собой новую беду. Шлюпка, в которой находился ОН, сдала течь. Казалось бы, когда шлюпка, рассчитанная на шестерых человек, дает течь, в ней шесть человек, в соседней шлюпке шесть человек, в еще одной шлюпке шесть человек. Если ее немедленно не заделать, они все утонут. Остальные шлюпки не смогут взять их на борт. Каким-то странным образом, с поворачиванием лодки прямо в открытом море, они смогли заделать эту течь даром, что там просто отвалилась одна доска. Правда, попутно, пока они заделывали течь в лодке, они выяснили еще одну деталь. Все дно лодки оказалось облеплено какими-то моллюсками. Внезапно оказалось, что моллюски съедобные, пусть и ужасно невкусные. Это хоть как-то, но облегчило их дальнейшее существование. Дальше он снова жалуется на голод, жажду и отчаяние. Собственно, это такая красная мысль всего его рассказа о путешествии. Голод, жажда и отчаяние, бесконечные. Пошел уже первый месяц их дрейфа в открытом море. Через какое-то время им показался еще один остров. Это вызвало у них бешеную радость сначала, а потом довольно серьезные подозрения. Потому что пока они подплывали к этому острову, они сначала заметили там следы жизни, а потом им показалось, что этот остров населен кровожадными дикарями. Правда, их желание раздобыть хотя бы немного пресной воды все-таки не остановило их перед высадкой. Ну, возможно, к счастью, потому что оказалось, что остров не населен никем, кроме птиц, черепах и какой-то мелкой живности. Немедленно они бросились поедать птиц, всех, как их могли найти. Немедленно они бросились ловить черепах и складировать их в свои шлюпки. На этом острове они остались на несколько дней, и следующие несколько дней они пытались найти хоть какой-то источник пресной воды. Он был найден, это оказалась крошечная лужица, которая пробивалась из-под камня. Еще какое-то время у них ушло на то, чтобы заполнить сохранившиеся у них бочки водой, которая оттуда сочилась. Это было ужасно долго. В итоге, когда через три дня пребывания на острове было принято решение уплыть с этого острова, потому что надо двигаться куда-то дальше, он не нанесен ни на одну карту, он находится там, где корабли не появляются в принципе. После этого несколько матросов заявили о том, что они отказываются плыть дальше. Они заявили о том, что на этом острове хоть как-то оно можно прожить, в надежде на то, что рано или поздно их оттуда спасут. Но особенно если их товарищи все-таки будут спасены, передадут информацию о их нахождении какому-то другому кораблю. Трое матросов высадились на этот остров. Их надежду на то, что они будут спасены, подогревал еще один, но уже такой чисто из раздела загадок. Факт, на одном из деревьев, росших на берегу, они обнаружили надпись с названием корабля «Елизавета». Судя по всему, этот корабль успел там побывать, и они надеялись на то, что корабль вернется. Небольшое отступление уже в будущее. После того, как часть экспедиции оказалась все-таки спасена, они немедленно попросили наведаться на этот остров за их оставшимися там товарищами. Были найдены три скелета. Ну а экспедиция после своего отплытия отправилась... Экспедиция. Заговорился. Несчастные мореплаватели, это не экспедиция. После своего отплытия с острова, естественно, снова попали в шторм. Ну, такая добрая традиция — отмечать едва ли не каждую третью ночь штормом. И через два дня с ними произошла первая уже совсем трагическая сцена. Один из их спутников с утра стал терять сознание и рассуждать о том, что его смерть неминуема. К обеду он умер. Банально голод, истощение, отсутствие еды, ну и, возможно, отсутствие какой-то надежды на спасение, которое тогда их стало уже обуревать. И сразу же после этого они еще не успели оправиться от потери. Ветром одну из шлюпок, на которой они плыли, внезапно подхватило и стало относить куда-то вбок. Все старания матросов вернуть шлюпку на прежний курс не привели никакому успеху. Ее унесло, и вскоре она скрылась за горизонтом. На этой же шлюпке остался бывший капитан корабля Эссекса и, собственно, только что умерший матрос. Ну, здесь у нас еще одна, так чисто для духотворения, сцена нападения. Китана-корабль, она очень вдохновляла современников. И после смерти, унесение бота в открытое море, потеря капитана, она окончательно сломила боевой дух несчастных китобоев. Дальнейшая история их жизни становится уже совсем макаберной. Вода, которую они захватили на берегу, заканчивается. Черепахи также довольно быстро подошли к концу. И через какое-то время у Оуэнс, довольно сильное стеснение, оно чувствуется даже в тексте, заявляет о том, что у них не осталось иного выбора, кроме как употреблять в качестве питья собственную мочу, потому что иначе они бы умерли от жажды. Естественно, умирать им пока еще не хотелось. В одну из ночей возникла совсем неприятная история. У матросов стала начинаться откровенная паника и паранойя на фоне хоть каких-то остатков еды. Ее было совсем немного, буквально несколько черепах и какой-то засушенный хлеб. Вместе с ними на Эссексе присутствовало несколько рабов-негров, которых они использовали в качестве рабочей силы для самой грубой работы. И однажды ночью Эссекс, Оуэнс был разбужен громкими криками. Оказалось, что один из негров был замечен рядом с хранилищем хлеба, причем хлеба немножечко уменьшилось. Ему не оставалось ничего, кроме как застрелить этого несчастного негра. Он был застрелен и выброшен в воду. Это была еще одна жертва этой экспедиции. В дальнейшем, чем дальше они плыли, тем хуже и хуже им становилось. Никакой землины в ближайшем обозрении. Одна шлюпка с капитаном, она исчезла за горизонтом. К ее истории мы еще вернемся. Осталось две шлюпки. В одной из них остался, собственно, Роберт Оуэнс, о дневниках которого у нас идет речь. В другой остались несколько его спутников. Имена я не думаю, что имеет смысл называть, это только запутает картина. К истории со шлюпки с капитаном мы еще вернемся. Ее судьба оказалась, в общем-то, ну, там спаслись несколько человек. Так вот, после этой истории с негром на матросов напал уже какой-то совершеннейший психоз. Почему? Они окончательно потеряли надежду. Они стали постоянно рассуждать о неминуемой и неумолимо приближающейся смерти. И почему-то вот эта вот сцена с убийством негра рабочего, она стала вызывать у них уж совсем страшные мысли. Сам Оуэнс утверждает, например, что в ту ночь, которая наступила после вот этой вот сцены убийства, ему всю ночь снилось, как он готовит мясо. При всем при этом он прекрасно понимал, что это мясо того негра, которого они убили. Он несколько раз за ночь просыпался и в ужасе понимал, что все, что ему хочется, это мясо. И в какой-то момент он заявляет о том, что его спутники также заявляют о том, что один из них рано или поздно умрет тоже. И что почему бы, если он уже умрет, ему своей смертью не постараться нас спасти каким-то образом. Они собираются съесть одного из них. Вопрос только в том, кого. Они этого даже не скрывают. И через несколько дней один из их спутников, это корабельный доктор, если я не ошибаюсь, заявляет о том, что он чувствует, что он скоро умрет. Его смерть на самом деле не заставила себя долго ждать. И по обоюдному согласию, причем сам Оуэнс об этом не пишет, об этом утверждал также один из выживших, доктор сам просил, чтобы его съели. В этот вечер они, возможно, это будет звучать цинично, но наконец-то пообедали мясом. Сам Оуэнс утверждал о том, что он испытывал к этому глубочайшее отвращение, глубочайшее раскаивание. И он понимал, что то, что они делают, лежит вообще вне какого-то человеческого понимания. Но при всем при этом ситуация, в которой они оказались, если бы они этого не съели, они бы умерли без всякого спасения в море от голода. Голодная смерть — это совсем страшное, что может случиться с человеком. Ну, одно из самых страшных. И после этого они понимают, что все-таки они получили какую-то подпитку силами, и у них начинается хоть слабая, но надежда. Правда, еще месяц плавания для них история приготовила. И этот месяц можно лучше всего охарактеризовать словами Оуэнса. Отчаяние, отчаяние и еще раз отчаяние. Сам он заявляет об этом так. И каждую следующую запись он в своем дневнике. В своем дневнике он начинает со слов о том, что отчаяние становится всепоглощающим и полным. Через несколько дней еще один из матросов-негров умер от голода. Здесь у них уже не оставалось никаких сомнений, и он также был съеден. Наконец, по-моему, неделя прошла, они поняли, что начинают терять рассудок от голода. Пищи, которую они получили от еще одного матроса, хватило на несколько дней. После этого мясо стало портиться, и последнюю неделю они не ели в принципе. Он заявлял о том, что у них не было сил даже на то, чтобы пошевелиться и проделать какие-то манипуляции с парусом. Парус начал рваться. Одно из весел выпало за борт, и они не смогли подняться, чтобы его поймать. То и дело, рядом с кораблем появляются акулы или дельфины, и, казалось бы, это могла быть легкая добыча, особенно с учетом того, что подплывают они вплотную к лодке, но у них не хватает сил на то, чтобы просто взять в руки гарпун и ударить им рыбу, которая находится фактически на расстоянии вытянутой руки. В один из дней один из матросов, который присматривался за борт, стал кричать о том, что он видит землю. Они присмотрелись, и им показалось, что вдали на горизонте на самом деле виднеется земля. Они схватились за весла и начали из последних сил грести туда. Но сколько бы они ни гребли, они понимали, что земли нет. Им это привиделось. Уже пошли галлюцинации от голода. После этого они упали едва ли не без сил, потому что это ввело их в полный край. Я даже не знаю, как это сформулировать. Не хотелось бы снова употреблять слово отчаяние, но оно там настолько часто используется, что грех не сослаться на него. Они стали говорить о смерти как о чем-то неминуемом. И, казалось бы, смерть и правда была бы неминуемой, если бы не одно но. Они этого даже не заметили. Они были не в силах подняться. Просто в какой-то момент они заметили, что рядом с ними оказался корабль. Практически вплотную. Естественно, когда корабль стал виден прямой, они увидели, что это такое же китобойное судно. Здесь они уже стали из последних сил махать руками, поднимать парус, шевелить им. Корабль поднял их на борт. Выжило в обоих шлюпках порядка 10 человек. И на этом корабле им сказали, что господа вас уже ищут. Унесенная в море шлюпка с их капитаном, она обладала более счастливой судьбой, чем шлюпка, в которой плыл Оуэнс, потому что она была найдена через пару недель после своего исчезновения, и капитан уже находится на пути в Нантакет, из которого они выплыли. Сам Оуэнс писал, что их счастье и их радость по поводу того, что они все-таки оказались на борту корабля, который плывет в их родной город, было просто неимоверным. Естественно, еще несколько месяцев у них ушло на то, чтобы набраться сил, и только к концу третьего года своего плавания они оказались в своем родном городе. Там он встретился с капитаном, и выяснилось, что из всех, кто находился на борту шлюпки, в которой плыл капитан, выжило всего двое. Капитан и бывший рулевой корабля, причем их поймали во время далеко не самой приятной сцены. Когда их обнаружило еще одно китобойное судно, они доедали третьего бывшего участника, бывшего пассажира своей шлюпки, который незадолго до этого попросил его застрелить. Он заявил о том, что он больше не в силах терпеть голод, не в силах терпеть ощущение безысходности, он уже не верит, что когда-либо вернется домой. Буквально через два-три дня их спасли. Сам Оэнс после этого, естественно, не отправлялся ни в какие плавания. Он заявил о том, что на мою жизнь море хватит. И, собственно, книга, которую он издал, как я уже сказал, она стала одним из центральных бестселлеров в рамках приключенческих изданий. Она совсем небольшая. После ее издания с ним завел уже живое знакомство Герман Мейвилл. И влияние этой книги на Мобби и Дика вполне очевидно. На этом у меня все. Благодарю вас за внимание. Если у вас есть какие-то...